Как вы видите, вот в таком состоянии находится сейчас все наше СНТ. Дома подтоплены, имущество портится. В общем, это уже не первый раз. Жителям СНТ «Утро» вблизи деревни Кармолина сейчас приходится нелегко. Они оказались изолированными от мира, и причиной тому послужил отнюдь не коронавирус. Непрекращающийся вот уже который день дождь поспособствовал тому, что река воре разлилась и затопило все в округе. На данный момент уровень воды на участках от 5 до 60 сантиметров. Дачное товарищество в прямом смысле этого слова превратилось в небольшой городок на воде. Гулять по улицам здесь теперь можно, только плавая на лодке. Многие люди пожилые здесь живут как постоянно на ПМЖ. И вот у меня родители им по 75 лет. Вот они оказались в такой ситуации. Жители обратились за помощью в администрацию городского округа Щелково. На место выехала комиссия, которая пообщалась с тревоженными гражданами. В первую очередь собственникам участков было предложено эвакуироваться. На данный момент подтоплено 130 земельных участков СНТ «Утро». Сотрудниками МЧС, ПОШ-спаса и Центра гражданской защиты и службы обследованы все земельные участки. Предложена эвакуация. Пять человек по согласию эвакуированы. По остальным сейчас земельным участкам и частной собственности сотрудники МЧС ходят, опрашивают, какая нужна помощь. Также со стороны администрации будет подвоз питьевой воды для собственных земельных участков. По словам начальника местного пожарно-спасательного гарнизона, самое главное сейчас проверить, нет ли ниже по течению реки поваленных деревьев и другого мусора, который мешает протоку воды. «Спасатели сейчас работают по устранению заторов на реке Воре, потому что несло много деревьев. И будем продвигаться к этой проблемной плотине, которая дальше по течению, чтобы разобраться, почему там держат воду плотина». По оптимистичным прогнозам, если в ближайшие дни дожди прекратятся, вода с затопленной территории постепенно уйдет. Пока этого не случилось, администрация округа совместно со спасательными службами будет оказывать всю необходимую помощь пострадавшим от наводнения.